так ну значит отвечаем на вопросики вопрос 1 очень частый и очень больной у мастеров потому что почему-то начинается паника звучит он так как перестать паниковать когда клиент пришел а ты еще заканчиваешь 1 форс-мажор затек топ или другое начинаются трясущиеся руки ну значит изначально начнем вообще с другого всегда необходимо контролировать свое время то есть у вас всегда есть часы которые на стене там или на подоконнике или на руках или телефоне где-либо всегда контролируем время постоянно просматривайте сколько у вас до конца услуги клиента которого вы сейчас делаете так первое вам будет спокойнее вы будете контролировать свое время и вы будете понимать успеваете вы или не успеваете вы второе если случился у вас форс-мажор посредине какой-либо услуги я не знаю клиентки стало плохо она побежала в туалет время затянулось надолго затек цвет побрыжился цвет допустим черный цвета пошел брыжками соответственно вам надо все снимать наново и все наново делать опять вы понимаете что время будет уже затянуто и вы можете проконтролировать это чтобы не было вот этих вот трясущийся руть рук и паники со следующим клиентом если вы посредине процедуры подойдете к админу и спокойно скажете там допустим катя или ника у меня форс-мажор предупреди пожалуйста следующего клиента чтобы она задержалась там на 15 на 20 минут но форс-мажор но технические обстоятельства но бывает такое это нормально самое главное подойти к администратору и предупредить о том что вы задерживаете если же у вас случился форс-мажор какой-либо да тут же затек топ уже под самым самом конце и необходимо его выпиливать или что-то пошло не так опять же с цветом уже на последнем пальчике у вас остался один топ у вас осталось 10 минут но вот вы видите что мизинец там допустим или большой палец покорежился да или что-то не просохло и придется все снимать наново и вы реально понимаете что уже здесь может вы смотрите на время осталось уже 10 минут и вам осталось якобы только на топ но у вас еще плюс надо хотя бы минут 15 тоже в этом страшного ничего нет когда есть технический форс-мажор опять же вы подходите к администратору и говорите администратору катя ника у меня форс-мажор затек топ или затекло что-то там еще пожалуйста позвони клиентки может быть она зайдет где-то в другой магазин какой-нибудь что-нибудь себе купит либо же администратор уже дальше знает что делать это уже дальше их обязанность они звонят в таком случае предупреждают клиента и если допустим клиент уже здесь на подходе то ну что приходится потанцевать немножко перед клиентами там тот же чай кофе капучино лампочки повкручивать и бублики подавать и так далее если же клиент у вас сидит уже вот рядом вот он вот сидит уже на мягком уголочке у вас произошла какая-то форс-мажорная ситуация технического характера вы можете самостоятельно самостоятельно подойти к такому клиенту и сказать ему там допустим катя пусть будет катя катя извините пожалуйста у меня реально вот только что буквально затек топ мне немножко надо больше чуть времени подождите пожалуйста я очень извиняюсь ну вот так произошло я уверена более чем на сто процентов что каждый любой адекватный нормальный клиенту он отреагирует спокойно и особенно если мастер подходит самостоятельно и мастер сам разговаривать с клиентом если же попадается такой неадекватный клиент который начинает бурчать фрчать там или что-либо такого ну что будем делать ему какую-нибудь там скидочную опять же скидку скидочную скидку для того чтобы ей было как немножко поаккуратнее поприятнее самой ей это клиентки но опять же я всегда топлю за какой-то человеческой человечность и за адекватность всегда можно все обсудить всегда можно все понять если клиент сидит и допустим она понимает что ну вот я не успеваю вообще да у меня там поезд или самолет и мне эти 10-15 минут критически важны то уже опять же будем выкручиваться из ситуации которая складывается именно с данным клиентом и выкручиваться будем наверное следующими образом если мы же допустим делаем там nude ей но не успеваем сделать покрытие то клиентке даем скидку если же ее все устраивает ну то все все окей конфликт решен если же есть в салоне мастер который свободен и который может начать делать снять или начать делать а пил запил подготовку маникюр неважно что можно попросить свою коллегу чтобы она помогла я думаю что никто у нас не откажется помочь если реально подойти сказать пожалуйста помоги я подходила так не один раз к мастеру просила админовым что вот я не успеваю мастера начинали там что-то запилить я сама неоднократно помогала другим мастерам что-либо начинать делать даже убирать стол когда мастер меняет месторасположение я не знаю кто-то замечал за это за мной или не замечала на это уже лично ваши вопросы значит паниковать не надо просто это не тот вопрос когда реально надо начинать паниковать чтобы аж трусились руки это все решается все решается самым обыкновенными разговорами самыми обыкновенными подойти рассказать объясниться показать даже фактически что вот есть форс-мажорная ситуация никто никогда не наорет и особенность клиентов у нас вроде большую часть клиентов адекватов и нормальных клиентов которые нормально воспринимают всю информацию до бывают и клиентов с вами заносит иногда периодически но в принципе там некоторых случаях мы сами виноваты в том что клиента занесло это это отдельная тема поэтому самое первое и наверное самое важное это всегда подходим и объясняемся либо администратору либо клиенту следим всегда за временем и самое главное просто-напросто не паниковать она того не стоит чтобы за по поводу этого начинать панику и особенно когда трясутся руки и там ты понимаешь ты сам себя иногда больше накручиваешь чем на самом деле тот клиент сидит и переживает или нервничает или там его сидит уже трусит аж она на 10 минут и где-то она опаздывает большинство случаев это сам мастер себя уже накрутил психологически поэтому меньше на круто больше позитива в работе и меньше вот этих вот паник опять же просто подходим и разговариваем вот и все и следи за временем